Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я готова с вами поделиться радостью. И ко мне пришла долгожданная посылочка. Многие делают обзор своих посылок. Я тоже хочу сделать этот обзор. Тем более, это очень важная, очень приятная посылка. Итак, вы видите, здесь у меня 10 пакетиков льна по 200 грамм. И это уходит со мной на дачу. Так, здесь у меня еще 5 пакетиков льна. Вот я вам их покажу. Семена льна можно, естественно, купить и в аптеке. Но в аптеке это очень дорого получается. Там где-то 50 грамм. Ну, здесь 200 грамм по 60... А сейчас я уточню даже, поскольку... По 42 рубля. По 42 рубля. Так что они, конечно, подорожали, потому что раньше они стоили 25. Но все равно цена хорошая. Почему я беру столько? Я вам уже показывала и рассказывала. Да, кстати, вот семена льна можно еще купить. Это уже чуть дороже. Сейчас я вам покажу. Семена льна в коробочке. Вот в такой. Это все-таки 200 грамм. Коробочка ненамного дороже. Где-то 60 рублей. Ну, вот семена льна бывают белые и коричневые. Но в данном случае это вот коричневые все семена льна. Еще я купила вот масло льняное сибирское, которое я тоже всегда покупаю. Холодный первый отжим. Ну, отжим. Вот. Ну, здесь вот гипотрин, тройная защита печени. И стевия. Вот. Это все, вы знаете, я сейчас собираюсь худеть. Это все мне поможет. Чтобы не есть сладкий сахар, я вот буду пить стевию. Стевия очень сладкий напиток. И давайте сначала я расскажу вам о семенах льна. Для лечения ожирения и болезни желудочно-кишечного тракта. Семена льна плюс. Пособствует нормализации сахара в крови. Источник растительной клетчатки и белка. Семена льна – незаменимое средство для поддержания женского здоровья за счет высокого содержания фитостеронов. Это соединение защищает от опухоли, облегчая течение климактерического периода. И вы знаете, у нас есть такая проблема. Рак и эти семена льна женщин очень оберегут. Потом я, конечно, расскажу уже в следующем фильме, я расскажу и о изменении косметики. Потому что это очень важное дело. Ну, я уже летом делала несколько передач и показывала, как я варю и делаю льняную кашу. Так, вот ложечка столовая. И заливаем ее кипятком. И сразу ее надо размешивать хорошенько, чтобы не было комочков. И сюда мы кладем сливки. Я добавила еще сюда имбирь и корицу. И вот у меня получилась такая очень полезная, очень вкусная каша. А вообще я фрукты добавляю, опять же, по мере того, какие фрукты есть. Летом в июне у меня клубника, малина, перед этим черная смородина, яблоки. Прекрасно. Вот витаминизированная вкусная каша. Льняная каша на самом деле делается очень просто. Кстати, льняные каши продаются. Но все-таки я считаю, что лучше купить вот пачку, где все закрыто. Где она семенально-коричневая. Вот. Их, значит, молят на кофемолке. И две столовые ложки я кладу в небольшую такую ложечку. И заливаю кипятком. Я делаю груши там. Если я с грушами решила, делаю, ну, с любыми фруктами. Причем, я уже говорила, я добавляю немножко имбиря и корицы. И получается вообще безумно все вкусно. Через три минуты можно уже кушать. Это прекрасный завтрак. Кстати, если вы помните, в свое время мне узнал Алексей Толстой про Петра Первого, роман, то там вот в селе ели льняную кашу. И я так жалела детей, думала, боже мой, какие они несчастные. До чего дошел голод, что они едят льняную кашу. Так вот теперь я почти каждое утро ем льняную кашу, чтобы молодеть, здороветь и быть красивой. Итак, на нашей кухне сегодня льняное семя. В льняном семени содержится огромное количество полезных веществ. Прежде всего, это омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают риск атеросклероза, снижают холестерин, улучшают настроение, предупреждают развитие болезни Альцгеймера и лечат воспаление. Кроме того, в льняном семени есть особые противораковые вещества, лигнаны. Так вот, все это делает льняное семя абсолютно уникальным продуктом. Как выбрать? То есть выбор очень прост. Если вы покупаете муку, то посмотрите, рассыпчатая ли она, не слипается ли она. Но лучше, на мой взгляд, все-таки купить семя льна и просто в обычной кофемолке смолоть его. И сделать муку, если в продукте. А вот семя льна мы купим всегда доброкачественное, блестящее, не слипшее. Семя льна – это богатейший источник жира. Поэтому на свету хранить категорически нельзя, потому что жир прогонит. И так лучше вариант. Придем ты к книжке. Конечно, конечно. У нас есть вот такие. И только там хранится семя льна. Масло в темных бутылках раз и не жарьте на этом масле ни в коем случае. Это масло не для жарки. Это масло заправочное. Масло для здоровья. Масло, по сути, против рака. Поэтому вы добавляете это масло не только в салаты. Вы можете добавить его в любые, по сути, блюда. Мясные, рыбные. Но в готовые. В готовые. В 10 раз нам это надо посмотреть. Совершенно категорически. В готовые. Потому что нагревание этого масла лишает напрочь его всех его прекрасных свойств. Хочу вам сказать, что в европейских странах, вот в любых гостиницах, завтрак на шведском столе, там всегда есть семя льна. Это точно. И помните, что льняное семя – это продукт невероятной степени полезности и невероятной силы здоровья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...